Дмитрий Петрович, ближайшие выходные мы будем отмечать День строителя. Наверняка в вашем ВУЗе эту дату тоже считают и отмечают как профессиональный праздник, потому что АЭСИ, Астраханский инженерно-строительный институт, является базовым учебным заведением в деле подготовки кадров для строительной отрасли. И все-таки, скажите, по вашим наблюдениям, с какого времени студенты осознают свою причастность к строительному сообществу и вообще понимают, что свой выбор они сделали осознанно? Вы знаете, можно разделить две основные группы студентов. Первый – это те, кто уже шел изначально осознанно. Как правило, это либо дети тех родителей, которые работали, либо имели отношение к этой отрасли. И они вот как-то более четко и, может быть, более прагматично ставят перед собой цели. Те же, кто прокладывает самостоятельный путь. А таких, конечно, большинство. Конечно, это понимание приходит на старших курсах, особенно уже на выпускном курсе, когда появляется вот такая очень четкая и понятная задача – найти свое место, найти работу, реализовать те идеи, которые сформировались. И вот здесь как раз формируется то самое чувство принадлежности к профессиональному сообществу. Ну, где-то, наверное, гордости, где-то понимание того, что я уже успел, даже обучаясь в институте, в чем-то поучаствовать, в каких-то стройках, в каких-то делах, начинаниях. И даже небольшие поводы гордости возникают. И все-таки вряд ли можно думать о том, что поиски самого себя, как сейчас принято говорить, своей жизненной миссией, предназначения, заканчиваются у молодого человека где-то в возрасте 20 с небольшим. Как это было у вас? Ну, я думаю, что понимание своего пути, оно приходит, конечно же, не по завершению конкретно учебного заведения. Но все-таки, мне кажется, что вот больше к 30 годам, наверное, уже четко формируется какое-то понимание именно того пути, которое тебе по душе. Ну, если уходить такую сухую, несколько более сухо на эту тему рассуждать, сейчас и образование стало двухуровневым. То есть есть подготовка бакалавриата, есть подготовка дальнейшей ступени магистратуры. Как раз она и предназначена для того, что когда уже человек четко определился, что ему хочется именно в рамках подготовки по программе магистратуры реализовать уже конкретно свой какой-то профессиональный путь реализации того, что было задумано. И все-таки, Дмитрий Петрович, думаю, вы согласитесь со мной, что в последнее время для того, чтобы занять какое-то престижное статусное место, не обязательно иметь блестящее образование и даже не обязательно быть лучшим. Все большую роль в жизненном успехе играет протекция, связи и тому подобное. Вот в этой связи, как вы оцениваете шансы на место под солнцем ваших студентов, ваших выпускников? В этом году впервые была такая вот попытка создания рейтинга вузов. И в том числе критерий трудоустройства был взят, опять же, не по данным вузов или служб занятости, которые в силу разных причин могут отличаться от истинного положения дел, а были взяты именно данные пенсионного фонда. Потому что любой выплаченный рубль, белой заработной платы, он в той или иной мере отражается в поступлениях пенсионного фонда. И по этому критерию наш вуз находится на очень достойном месте. Мы занимаем в общероссийском рейтинге солидные места, выше находимся среднего значения по Российской Федерации, приближаемся к ведущим вузам. Но это, наверное, как раз та самая непредвзятое, объективная, сухая оценка того, чему мы готовим, насколько у вас требовано знание, и насколько, получив наш диплом, можно без протекции устроиться в жизни. Вы знаете, я хотела бы обратить внимание наших зрителей на то, что мы совсем не случайно для этого интервью выбрали площадку молодежного кафе. Во-первых, потому что мне говорили, ваши студенты принимали участие частично в дизайне этого зала. Кроме того, в дни летних каникул многие из них здесь подрабатывают. Ну, а кто-то просто приходит приятно провести время. Причем, вот замечаю, что в последнее время все больше молодых людей, которые хотели бы зависеть только от самих себя. Они не предъявляют претензии государству, больше рассчитывая на собственные силы. Вот как вы относитесь к предпринимательским инициативам, бизнес-инициативам, которые появляются у ваших студентов? Вас не пугает, что они будут хуже учиться, будут отчислены, и жизнь у них пойдет под откос. Вы знаете, тот, кто, будучи студентом, идет на стезю именно бизнеса и открывает собственное дело, к сожалению, действительно не всегда успешно заканчивает вуз, скажем так. Но вы правильно абсолютно подметили, что самая лучшая тактика – это рассчитывать на собственные силы. Вот эти качества, они для, мне кажется, будущих строителей наиболее важны, потому что строительный бизнес – это все частный бизнес. Там практически нет государственного участия, там государство только находится на разрешительных функциях, на каких-то функциях согласования, а все остальное – это делает частный бизнес. Поэтому я считаю, что для строителей наличие вот такой черты характера – очень важно рассчитывать на свои силы самостоятельно двигаться и не ждать, что тебе кто-то должен помогать или тебе кто-то обязан помогать. Воспитание этого чувства тоже является, мне кажется, частью какого-то образовательного процесса. Помните, Дмитрий Петрович, у одного из героев Ильфа и Петрова, Шура Балаганова, была хрустальная мечта – представление о жизненном успехе в размере 5000 рублей. Сколько вам нужно, Шура, для полного счастья? 5000. Скажите, а какими категориями вот этого жизненного успеха измеряют свою финансовую состоятельность ваши коллеги и ваши питомцы? И вообще, может ли ВУЗ сегодня гарантировать им достойный высокооплачиваемый труд? Вы знаете, есть же такая работа, которая сразу же дает какой-то определенный уровень достатка, но очень тяжело продвинуться по службе. Та же, например, госслужба, если взять. То здесь совершенно другое. Здесь есть возможность получать и достойную зарплату, и работать на будущее, на потенциал, на возможность занять гораздо более достойные места. Что касается педагогов, у нас преподаватели, которые работают в институте, то уровень, конечно, заработной платы, их материального достатка, вот благодаря той программе, майским указам, их реализация в Астраханской области в полной мере, скажем так, выполняется по дорожной карте, очень четко, то очень достойные материальные вознаграждения, и очень преподаватели дорожат своим местом. Вот это дает возможность, так сказать, нам всегда стоять на переднем крае, ну, как говорят, науки, да, но, по крайней мере, мы действительно можем воспринимать новые технологии, и образовательные технологии, те технологии, которые есть в строительстве, и доносить их, обучать этому, давать возможность молодому поколению быть актуальными и востребованными на том рынке труда, который сейчас именно сложился. Ну, давайте сменим тему. Лето, август – это время какого-то короткого затишья, релакса для большинства из ваших коллег. А вы снова учитесь, точнее, готовите докторскую диссертацию. Вот как идет над ней работа, и учитывая, что любая научная работа требует концентрации сил, времени, какого-то внутреннего потенциала, чем пришлось пожертвовать, от чего отказаться, и, главное, ради чего? Действительно, чуть не пришлось пожертвовать какой-то общественной нагрузкой. Я снизил и, может быть, пропал с каких-то общественных мероприятий. В любом случае, это потребовало систематизации. Это всегда очень такой большой, тяжелый труд, и отнимает очень много времени, много сил. Но я надеюсь, что эту работу я все-таки завершу. Часть работы, она уже опубликована в монографиях, которые издавались. Но все-таки сердце и сердцевина этой работы, конечно, уже сформулирована. Но после защиты докторской диссертации, я надеюсь, это весной следующего года произойдет, я все-таки смогу издать уже полноценный научный труд по результатам этой диссертации и познакомить широкую научную общественность с полученными результатами, которые ввиду темы моей диссертации будут полезны именно на региональном уровне. Совсем недавно в вашей жизни произошло еще одно событие. Вы возглавили общественный совет при региональном министерстве строительства. Вот как вы намерены использовать свои новые полномочия для того, чтобы решать кадровую проблему для отрасли? Это, во-первых. Ну и способствовать повышению, упрочению репутации профессии строителя. Это интересная деятельность, которой я сейчас занимаюсь в том числе. И у меня очень хорошие помощники в рамках этого совета из числа молодежи, молодых строителей. Они мне очень серьезно помогают. Поэтому, я думаю, мы свою позитивную положительную лепту внесем. Вы хотели бы поздравить с профессиональным праздником? Безусловно. Я от всей души хотел бы поздравить всех с замечательным праздником, Днем строителя. Это очень замечательная профессия. И от всей души всех поздравляю. Желаю идей, желаю здоровья, желаю сил и благополучия. Благополучия как в тех организациях, в которых они работают, так, конечно, в семьях. Потому что семья – это тыл. Хороший тыл. Это всегда дает возможность человеку двигаться дальше, вперед. А я уверен, что нам в строительстве двигаться еще нужно вперед, ускоряясь, ни в коей мере не останавливаясь. Только вперед двигаться. А вот бабочка будет не тянет. Мама будет туда и может встzie. Это не так. Субтитры создавал DimaTorzok